Технологии всегда растут. Мы стремимся за ними, как лыжник, который хочет спуститься с самой крутой горы. Привет, меня зовут Константин, я работаю в BITEC Broker. Уже 5 лет занимаюсь разработкой, ведущий разработчик отдела Frontend. Я начал изучать разработку с бэк-продукта, можно сказать так. Это был ПХП, еще в стране Украина, после чего я переехал в Россию в поисках работы. Я обратился на один из ресурсов, где предоставляют работу. Увидел вакансию BITEC Broker. Меня очень заинтересовала именно продуктная разработка, потому что до этого я занимался некими, так сказать, сайтами. Было не очень интересно, хотелось какой-то продукт, который приносит какую-то цель для какого-то клиента конечного. Я бы начал бы не с фреймворка, а непосредственно с определенного языка. Потому что фреймворк это уже более готовый функционал, который написан. Это некое коробочное решение, которое позволяет уже ускорить работу. Иначально я бы, наверное, подметил, что требуется изучить основы, чтобы вам фреймворк не казался некой магией. Потому что, когда вы начинаете что-то делать в фреймворке, это вам кажется, что какая-то магия произошла, и вы не понимаете, откуда начало, откуда конец. Вот. Фреймворков на самом деле на рынке очень много. Наверное, основные из фронт-энд фреймворков я выделил бы UI и React. Ну, также, как бы, самый любимый, это, наверное, Angular. Очень много холивара по поводу VUI и React, так как считается, что это не фреймворки. Но могу заметить, что это тоже коробочное решение, которое позволяет улучшить, упростить работу самого разработчика. То есть ускорить его выполнение тех либо иных задач. Angular — это более фундаментальный продукт. Большинство его функционала, который есть, он имеет из коробки. Если мы говорим о других фреймворках, которые требуются дополнительные пакеты для работы с ним, в Angular уже это все присутствует. Учиться нужно всегда. Курсы — это, на самом деле, больше не как знания, это больше как мотиватор. Потому что вы идете на курсы, вы платите деньги, вы хотите получить знания. Я считаю, что чем дороже курс, тем вы больше будете промотивированы для получения неких знаний. Курсов много. Советовать какой — не буду. Но знайте, что курсы, они не так, что вы придете, вам прощут в голове, в чип, и вы будете специалистом. Нужно всегда стремиться и доучиваться, учить что-то самостоятельно. Книги конкретно тоже для самообучения смысла советовать нет. Потому что у каждого свой уровень знаний. Потому что можно подсоветить какую-то умную книгу, человек ее будет читать и не поймет, о чем вообще речь идет. Нужно выбирать книги по своему уровню. Конечно, чуть-чуть выше, чем есть. Но я вам скажу так, что, прочитав книгу, не нужно бежать в свой продукт и начинать все переписывать. В книгах пишется идеальный мир. Этого мира в идеале, он как бы существует, но в мифах. Потому что код, который мы пишем, он немножко другой. Рекомендую попробовать, поэкспериментировать на чем-то. Это написать какую-то часть кода, посмотреть, насколько это гибко, насколько это расширяемо, насколько это легко поддерживаемо, насколько это быстро будет с точки зрения разработки. После этого уже можно применять эти знания в каких-то продуктах. Но бежать и переписывать все не рекомендую. Фронтенд-разработчик, как и другие разработчики, это творческие люди. Но фронтендеры более творческие, потому что они любят результат, который отображается у клиента. По сравнению с человеком, который занимается бэком. Для бэка это все четко, ясно и понятно. С точки зрения фронтенда это тоже все четко и понятно, но вы ближе к клиенту, вы ближе к пользователю. Вы хотите показать пользователю то, что вы считаете нужным. И это, мне кажется, более творческий подход к своей работе. Если у вас есть прошлое в виде дизайнерских макетов, направлений, вы можете их применить в будущем на работе, потому что вы видите общую концепцию, видите общее направление. Так же, как и разработчик фронтенд, если он понимает общую систему, он может правильнее подойти к тому же бэкэнтеру и объяснить общую концепцию. Так же, как дизайнер, когда предлагает себе вам макет, вы можете рассмотреть его в общей картине и подкорректировать, так как у вас есть уже какой-то отпечаток в прошлом. Коллектив моего отдела – это ребята, которые пришли к нам в компанию, в команду, которые дополнили наш отдел. Они являются профессионалами своего дела. Они занимаются разными задачами, абсолютно разными. Потому что в нашем отделе очень много направлений. У нас и разработчики, у нас и верстальщики, у нас и дизайнеры. Мы все коммуницируем, мы очень дружная команда, мы всегда идем на помощь, на компромиссы, потому что этот, так сказать, можно сказать, стэк, он связан. То есть каждый идет по цепочке. Дизайн, верстка, разработчик. Вкупе это сила. Но помимо нас есть еще другие отделы. Так как отдел фронт-энда обслуживает, можно сказать, всю компанию, мы еще коммуницируем с другими отделами. Это тоже ребята, профессионалы, замечу. С ними приятно работать. Каждый из них выполняет нужную роль. Когда мы объединяем, потому что часть бэка и часть фронта, она как бы связана. Поэтому мы приходим к ребятам и что-то пытаемся решить, и мы всегда находим общий язык, общий компромисс. Быть фронт-энгером либо бэк-энгером на сегодняшний день, как по мне, это один и тот же специалист. Каждый выполняет какую-то тяжелую работу. Пишет сложный код. Каждый по-своему. Есть, конечно, ограничения, где этот код выполняется. Либо он выполняется на стороне сервера, либо он выполняется на стороне клиента. Могу заметить, наверное, то, что различия между бэк-эндером и фронт-эндером, в первую очередь, это все зависит от вас. Если вы любите писать меркантильный код, который будет в некое API преобразованное, то есть вы будете получать какие-то запросы, какие-то ответы. Это путь бэк-энгера. Если вы хотите, чтобы этот результат отображался у клиента на странице, тогда вам стоит направиться к фронт-энд разработке. У нас есть два направления. Первое направление – это техдолг. Техдолг – это когда вы приходите в продукт, попадаете на одну и ту же часть кода несколько раз и думаете, лучше я бы сюда никогда не возвращался. Такие места у нас находятся. Мы изучаем проблему, почему это так произошло, будет ли развиваться эта часть дальше, либо нет. Если это требует новых изменений, соответственно, мы собираем некие обсуждения, записываем их, ну и составляем, так сказать, задачи и бой. Второе направление – это когда у нас дизайнеры делают новый функционал. То есть мы обсудили новый функционал. Пришел дизайнер, сделал новый внешний вид. И мы понимаем, что этот внешний вид, он начинает отличаться. Потому что эволюция проходит, все движется. Соответственно, раздел какой-то отличается от других. Для того, чтобы у нас была целостность всего продукта, соответственно, нам нужно и другие части кода, части UI нужно изменить. Соответственно, это уже и ведет к тому, что производится редизайн продукта. У нас в районе 25 направлений в нашем отделе. Всевозможные. У нас куча продуктов. Мы занимаемся многими вещами. У нас есть некие ниши. Ниши в плане, что вы, придя к нам, вы не обязательно будете только верстать. Мы стараемся делать так, чтобы вы потихоньку росли. Росли, мы даем некие задачи, которые вы решаете. Мы вам объясняем, куда стремиться, что стремиться. Когда вы понимаете общую концепцию, вы можете стать уже более квалифицированным специалистом в области разработки. Ну, наверное, самый старый продукт – это является личный кабинет. Он за последнее время очень много раз мигрировал. Ну, очень это не так сказано. Больше, наверное, это три раза. Когда я пришел в компанию, у нас была первая версия личного кабинета, написанная на PHP, на UE первом. Это был Monolith. Этот продукт был одним приложением. То есть он работал с общением с базой, он работал для клиента. Это было полностью целое одно приложение. Оно не делилось никак. Так, вторая версия уже была написана, тоже замечу, на PHP, но уже с точки зрения API. У него было REST API и был, соответственно, FRONT. FRONT тоже был написан на UE. UE уже втором. Нестандартный подход, так как это два языка, бэк направление. Ну, в нем есть большие плюсы, потому что на тот момент, когда это все развивалось, клиентские компьютеры были не очень мощные. Поэтому приходилось максимально все подготавливать, всю страницу для отдачи клиента на нашей стороне, на стороне сервера. Здесь есть плюсы и минусы. Плюсов, конечно, это то, что мы могли контролировать полностью страницу HTML, которая давалась клиенту, то есть результат. И из минусов, это, конечно, дорогостоящее обслуживание, то есть это нужно были дорогостоящие сервера, которые обслуживали бы эту нагрузку. Ну и плюс, наверное, из, ну, точнее, из минусов, это то, что не было бы динамики, динамики самого сайта, самого UI. Так как язык является бэковским, да, он выполняется на стороне бэка. Чтобы сделать более динамичную страницу, требуется некий JS, да, тот, который выполняется на стороне фронта, на стороне клиента. Соответственно, либо получить некий legacy код, который был бы JS, PHP, все остальное, либо нужно было как бы уходить от этого. Пришла еще новая идея написать уже третью версию, которая была написана полностью на JS, которая выполнялась полностью на клиентском сервере, на клиентском компьютере. Так как уже время прошло, можно сказать, и компьютеры клиентские стали намного мощнее, чем раньше, соответственно, мы могли позволить это выполнять на стороне клиента. Мы пробовали разные фрамворки. У нас был опыт с React во второй версии. У нас часть личного кабинета была написана на React. Но нам этот фрамворк не подходил, потому что его возможности были ограничены. Требовалось много писать кода, который как бы регулярно повторялся. Мы выбрали все-таки Angular, потому что он максимально приближенный к технологиям MVC. Очень хороший стек. Мы его выбрали. Мы практически минимум используем дополнительных пакетов, потому что в коробочном этом решении есть максимум все, что нам нужно. Ребята, я хотел сказать про фронтенд-разработку. На самом деле, это не шаблонная работа, когда вы делаете некие формы. У нас немножко по-другому. У нас не сайты. У нас продукты. В продукте в чем есть преимущество? Преимущество заключается в том, что мы можем себе позволить использовать какие-то новые технологии, которые будут направлены на производительность, на скорость, на отзывчивость вашего UI. Мы используем не типичные шаблоны фронтенд-разработки, как приняты были давным-давно. Но мы используем практически на уровне бэк-разработки, потому что мы используем очереди, мы используем сокеты, мы используем кучу всевозможных интересных штук. Нас интересно. Я думаю, что когда мы закончим все проектировать и выйдем на какой-то уровень, мы будем лучше, потому что технологии всегда растут. Мы стремимся за ними, как лыжник, который хочет спуститься с самой крутой горы.